Это радость со слезами на глазах, День Победы! Любимые песни и дорогие сердцу воспоминания в этот майский день согрели сердца 50 бабушек и дедушек. Многие из них были детьми, когда началась война, и близкие, как могли, оберегали их. В этот праздник я вспоминаю дядю своего, который пропал без вести в 1941 году. Он кадровый офицер, на Ханкинголе получил орден, но в первые дни войны он пропал без вести. И вот сколько мы не предпринимали усилий его искать, мы его не смогли найти. В каждой семье Ленинского городского округа хранится память о героях Великой Отечественной войны. С каждым годом участников реальных сражений остается все меньше. И любое прикосновение к живой истории – памятный момент для последующих поколений. Конечно, и чествование ветеранов, и вспоминаем ветеранов, и тех, которых нет с нами сегодня, всем память отдаем. Но, конечно, делается вот это вот больше для живых, чтобы подольше они оставались с нами, чтобы были здоровенькие, чтобы настроение у них было хорошее. Для создания праздничного настроения участников торжества угостили настоящей солдатской кашей, которую приготовили повара войсковой части 52.096 из Петровского. Чем больше таких мероприятий, тем больше будет жизнерадостности и желания жить у людей. Вот они сейчас общаются, сидят, вы знаете, им хочется общаться. Родители сотрудницы Центра социального обслуживания «Вера» Натальи Светиной, Василий и Людмила Богдановы служили вместе. И в бессмертном полку они тоже рядом. Первый раз мы сделали выставку «Такой бессмертный полк». Сотрудники Центра предоставили фотографии своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Интересно очень получилась такая композиция. Праздник со слезами на глазах в Центре Вера продолжается. До 22 июня продлится выставка «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее», героями которой стали видновчане прошедшей войны. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.